Это зрелище не для слабонервных. Так выглядит квартира Галины Малышевой на первом этаже пятиэтажки на Жуково. Сама женщина живет в Брагино. В воскресенье вечером ей позвонили соседи. Сказали перед ее дверью огромная лужа. Галина приехала сюда. Выяснилось засор. Аварийная служба прочистила трубы в этот же день. Но сегодня туалет снова превратился в фонтан. Сосед сходил на третьем этаже в туалет. Уже его какашка и свежая бумага вылезла вот сюда у меня в туалете уже. Соседи мимо квартиры Малышевой проходят ускоренным шагом. Запах в подъезде стоит невыносимый. Такая же ситуация бывает и у соседей. Квартиру за последние полгода топило еще два раза. Первый раз мы вызывали аварийку. Они что-то почистили. Второй раз мы сделали платную чистку за пять тысяч. Здесь планировали жить дочь женщины с мужем и с маленьким ребенком. Сегодня сюда и санэпидемстанция без специальных костюмов не зайдет. Нечистоты буквально въелись в пол. Я, наверное, неделю есть даже не буду. Дом обслуживает Рео-15. Сегодня утром Малышева туда уже ходила. Сказали, ждите. Но терпение женщины лопнуло. Если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. Устав ждать аварийную службу, Галина Михайловна вместе с нашей съемочной группой сама отправляется в Рео-15. На месте несколько работников Рео. Галина демонстрирует им обувь, в которой она ходит по квартире. Я почему должна ходить по этому говну в резиновых сапогах? Почему я должна там нюхать? Почему мой ребенок не может жить в этой квартире? Потому что вот так уже происходит с августа месяца я делаю ремонт. Вы идите, посмотрите, весь пол пропитанным говном. Вы сегодня у меня пришли. Я вам что-то отказал? Нет. Я сказал, вот машина соберет не раньше. Люди сидят, жду машину. У руководства управляющей компании своя позиция. Они считают, женщине нужно предъявлять претензии не коммунальщикам. Они-то на вызов отреагировали. А соседям сверху при чистке канализации попадаются разные сюрпризы. Оттуда вытаскиваем и гвозди, обмотанные, скажем, марлей. И это бывают даже какие-то байковые одеяльца небольшого размера. И различные и тряпки, и ватки, и волосы. И все это суммируется в этом канализационном коллекторе. Еще одна проблема – до жителей верхних этажей не достучаться, потому что вызов аварийки, по сути, стоит для собственников копейки в год. Грубо говоря, засорился человек, вот и случился засор на первом этаже, а оплатили вызов аварийной бригады все собственники жилья совокупно и заплатили немало. Не столько, сколько мы платим на сегодняшний день, что по совокупности оказывается какими-то копейками, и каждый из нас их даже не ощущает. Сегодня днем засор у Галины Малышевой все-таки устранили. Теперь женщине остается надеяться на качество выполненных работ и на сознательность соседей. Александр Лисицын, Георгий Иванов. День в событиях.